Девушки отдыхают Музыку любит, а больную птицу на кухню, в духоту в темень Верно я сказал, что девчонки предательницы, все до одной Словно вызванные этими Колькиными мыслями, сзади вдруг раздался певучий голос Послушай-ка, свистун Колька узнал Олю воронец И не повернув головы, продолжал угрюмо глядеть на зеленых холмах с деревянной изгородью Тогда Оля сама подошла к изгороди, чтобы Колька мог ее увидеть, не меняя своей позы В руках у нее был карандаш и маленький изящный блокнотик Я вот тут последние дела записываю на дорогу, адреса и телефоны тоже Мне номер твоей квартиры нужен, ведь нам с тобой переписываться придется В одном доме живем, а квартиры твои не знаю Сорок третья, ответил Колька, не отвозя класс от маленького холмика И по-прежнему оперши щекой в пустую клетку Оля записалась таким видом, будто ей это совершенно не нужно Но она просто обязана была записать задание, ничего не поделаешь Она захлопнула свой изящный блокнотик и уже сделала шаг в сторону Как вдруг задержалась и спросила Откуда у тебя такая громадная клетка? Сам сделал Зачем такую большую? Ты на одном месте долго сидеть можешь? Вопросом ответил Колька Нет И птица тоже А где же она у тебя? Выпустила что ли? Нет, умерла И ты из-за этого такой грустный? Из-за птицы? Скажи еще из-за какой-то птицы? Все так говорят Нет Зачем же? Оля присела на корточке и снизу заглянула Кольке в глаза Ну чего тебе? Отмахнулся Колька И с ужасом почувствовал Что глаза его сами собой наполняются слезами Он изо всех сил напрягся Но ничего не мог поделать Слезы стояли в глазах Что ты? Рогнувшим голосом сказала Оля Что ты? Из-за птицы? Он мог бы объяснить ей Что ему тяжело не только из-за опустевшей клетки А потому что приехав из лагеря Он не почувствовал, что вернулся домой Хоть на столе красовался пирог И встретили его торжественным маршем Он мог бы объяснить Что в прошлом году летом Переписал чужие стихи из пионерской правды Выдал их за свои И попросил Олю прочитать в родительский день Потому что очень хотел доказать Елене Станиславовне и отцу Что тоже чего-то стоит И чем-то на этом свете увлекается Кроме своих птиц Оля, как всегда, борется справедливость Отыскала тогда эти стихи в газетной подшивке И как только они запомнились ей А потом, подойдя к Ольке Тихо, но как-то очень отчетливо произнесла Позор Это же воровство Другой писал А ты за свои хочешь выдать И разорвала стихи на мелкой клочочке Всем в лагере она сказала Что стихи были просто плохими А обещала, что напишешь хорошие Добавила она при всех, обратясь к Ольке Эх ты, свистун В тот родительский день Колька слышал Как многие папы и мамы спрашивали у своих ребят Почему ты не выступал? Почему ты не пела? Почему ты не участвовала в пьесе? А отец и Елена Станиславовна Ничего не спросили у Кольки Они просто вручили ему Большущий пакет с фруктами Такого большого пакета Не привезли, кажется, никому И все Разве Кольки нужны были эти фрукты? Он предпочитал кислую лесную костянику И терпкую ягоду рябины От которой сводила челюсти Которые научили его любить птицы Все это он мог бы объяснить Оле Воронец Когда, носидя на корточках Упрямо заглядывал к нему в глаза Но он ничего и не рассказал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok